Военность народного фронта это объединение людей, которые знают, как обстоят дела и думают о том, как сделать ситуацию другую. Я, наверное, остановлюсь на одной достаточно короткой ситуации, связанной с тем, что большинство людей думают и спрашивают, как будут развиваться силы добровольческих батальонов, потому что добровольческие батальоны – это в основном батальоны МВД, их в настоящий момент 34 таких подразделения, плюс подразделение национальной гвардии, строенное на добровольцев, пришедших в национальную гвардию. Это около 7 тысяч человек, патриотов, которые начали воевать с открытым забралом, не имея специальных навыков, как правило. И на сегодняшний момент это самые духовитые, самые буриспособные, наряду с элитой вооруженных сил, части страны. И наша задача состоит в следующем. Как нам сохранить этот потенциал духа и увеличить потенциал профессионализма? Второе. Когда есть мир, как нам не потерять эту мощь? Вы знаете, я уже об этом говорил публично, на будущей неделе Арсений Цинюн будет проводить в Кабинете Микро заседание кабинета, где мы будем обсуждать вопрос реформы Министерства внутренних дел. И там в том числе будет обсуждаться вопрос создания единого силового спецподразделения. Это будет создано одно большое единое спецподразделение на всю страну. Если хотите аналогию, то это тип американского СВАП. И значительная часть наиболее подготовленных ребят в военном смысле, надеюсь, перейдет в состав Национальной гвардии Украины. И в составе оперативных бригад сил специальных операций будет совершенствовать свой профессионализм и быть готовым к выполнению любых задач. Отмечу, что у нас уникальная ситуация, когда у нас огромная группа патриотов, добровольцев получили боевой опыт. И эта ситуация через горе, через несчастье дает нам силу на сегодняшний день. И эту силу мы обязаны использовать. Вы знаете, что Национальная гвардия Украины, созданная несколько месяцев назад, при создании своем получила еще одну функцию, отвечающую запросам времени. Это функция охраны государственной границы. Арсений Яценюк объявил о проекте «Стена», когда речь идет о построении системы обороны и защиты нашей границы от агрессивных действий банк-формирований при поддержке Российской Федерации. Над этим проектом мы постоянно работаем. Он, допустим, не находится в фокусе внимания каждый день. Но заверяю вас, что премьер регулярно проводит встречи и необходимые мероприятия для того, чтобы этот проект двигался. Я думаю, что в ближайшие дни мы сможем видеть и обсуждать первые результаты. Но такие силы специальных операций, которые будут созданы в том числе при участии бедровольческих батальонов, это будут силы, которые будут вместе с модернизированными пограничными войсками, с пограничниками создавать тот механизм защиты, который нас сможет огордить от ситуации, какие у нас были весной на границе с Луганской, Донецкой области. Ну и в конце фиксирую, что это абсолютно совпадает с той целью, которую мы декларируем, объединившись в Народный фронт. Народный фронт – это объединение людей, чтобы защитить страну, чтобы от страны развиваться, чтобы каждый из нас жил счастливым человеком в свободной стране. Продолжение следует... Продолжение следует...